Привет, друзья! Сегодня обзор квадрокоптера DJI Phantom 4. Поставляется квадрокоптер в защитном кейсе, который служит для безопасной транспортировки квадрокоптера. Внутри кейса сам квадрокоптер, батарея, два комплекта пропеллеров, зарядное устройство, пульт дистанционного управления и документация. Дистанционный пульт имеет крепление для планшета или смартфона. Включается пульт или сам квадрокоптер двойным нажатием кнопки питания. Для управления полетом на смартфон или планшет устанавливается программа DJI GO. Экран смартфона используется и как видоискатель для камеры квадрокоптера, и для управления полетом. Перед началом полета нужно выполнить процедуру калибровки компаса. Для этого держим квадрокоптер в руках и делаем один поворот на 360 градусов. Затем наклоняем коптер вертикально и делаем еще один оборот. После этого квадрокоптер готов к полету. Продолжение следует... Максимальная скорость полета квадрокоптера 72 км в час в режиме спорт. Время полета на одном заряде до 28 минут. Максимальная высота над уровнем моря 6 км, но программное обеспечение квадрокоптера не даст подняться выше 500 метров от точки взлета. Дальность действия пульта дистанционного управления 5 км. Камера снимает видео в разрешении 4К при 30 кадрах в секунду. Также есть возможность снимать 120 кадров в секунду при разрешении Full HD. Это позволит вам снимать slow motion видео. Разработчики хорошо поработали как над защитой квадрокоптера от столкновений, так и над дополнительными функциями. Квадрокоптер не даст себя разбить о препятствия, например, о стену или столб, и сам остановится перед препятствием, даже если пилот будет давить на газ. Появилась функция Active Track, в которой можно указать квадрокоптеру на любой движущийся объект. Человека, автомобиль или катер, квадрокоптер будет следовать за объектом. Также появилась система облета препятствий. Если на пути квадрокоптера встречается препятствие, система проложит путь в обход препятствия. Также есть функция Tap to Fly, которая позволяет указать точку, куда квадрокоптер полетит автоматически. А пилот в это время может сконцентрироваться на управлении камерой. Функция Point of Interest позволяет снять красивый круговой облет интересного места, к примеру, строения или памятника. В этом режиме вы задаете точку, вокруг которой будет совершен облет, отлетаете на расстояние, с которого будет производиться съемка, и далее квадрокоптер облетает точку по кругу, удерживая ее в поле зрения. Квадрокоптер очень стабилен, даже при сильном ветре его не сносит. А благодаря хорошему стабилизатору камеры, видео выходит настолько стабильное, что кажется, будто оно снято с использованием огромного штатива. Если видео вам понравилось, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал. На этом все. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok